Когда известный итальянский путешественник Марко Поло вернулся в свой родной город Венецию в конце XIII века, после долгого путешествия на Востоке, он стал рассказывать своим родным, близким, соседям, все, кто его знали, невероятные вещи о том, что он видел на протяжении этих многих лет на Востоке, стране, которую многие люди его окружения не знали, не слышали. Например, Марко Поло рассказывал о том, что он увидел камни, которые горят, или он рассказывал о животных, невероятных размерах, которые могут проглотить целого человека. Он рассказывал о больших орехах, большого размера, как ребенка голова, в которых натуре находится наподобие что-то молока. Он рассказывал о какой-то определенной жидкости или даже, знаете, какое-то вещество, которое бьет из земли, и оно может возгораться. Люди, которые слышали его, они смеялись над ним, считали безумным человеком, потому что в то время люди никто не слышали о кокосовых орехах, о черном угле или о нефти, никогда не видели огромных размеров крокодилов. Когда Марко Поло состарился, он находился на одре болезни и смерти, его родные и близкие просили его, «Пожалуйста, откажись от того, что ты говорил, чтобы ты не остался в памяти людей, фантазером, выдумщиком и обманщиком». И Марко Поло не стал делать этого, лежа на своей постели. Он говорил такие слова, «Все, что я рассказывал, до мельчайших деталей, является правдой», – говорил он. Действительно, я говорил правду. Прошли десятки лет, и миллионы людей во всем мире узнали, что этот удивительный и странный немного человек говорил правду. Дорогая церковь, братья и сестры, когда библейские авторы доносят до человечества, те немногие, краткие, но чудесные, как изумруд, слова о будущем, о городе, о небе, люди насмехаются. Люди ставят презрение, люди критикуют, и авторы, подобно Марко Полу, вторят в ответ. «Все, что мы написали, до мельчайших подробностей, является абсолютной правдой». Братья и сестры, нам, которые поверили и приняли слово, свидетельство тех, которые Господь открыл о будущей жизни спасенных людей, мы сегодня должны вместе с этим человеком, взяв в руки нашу Библию, сказать, «Все, что мы прочитали в этой книге, до мельчайших подробностей, это правда». Братья и сестры, сегодня общество, в котором мы живем, бросило нам вызов, и мы должны принять этот вызов. Общество, в котором мы живем, ученые, люди неверующие, они насмехаются, когда говорим о том, что жизнь человеческая на земле – это только подготовка, это только прелюдия, это только маленький-маленький штришок по сравнению с той вечностью. Когда мы проповедуем о том, что Господь приготовил город, и о том, что наше жительство не здесь, на земле, а наше жительство на небесах, люди смеются. Братья и сестры, это вызов мы должны принять. Наша тема нашего служения сегодня называется «Наше же жительство на небесах». Я предлагаю вместе с вами открыть этот текст, который записан в послании к филиппийцам, 3 главе, 20 стих. Послание к филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. В этот вечер, в последние часы уходящего года, мы будем с вами рассуждать над двумя текстами Священного Писания, которые открывают нам величественную картину и замысел Бога по отношению к нам, верующие. Мы будем говорить, я буду проповедовать на 20 стих, а брат Денис будет проповедовать на 21 стих, который дополнит полную картину нашего сегодняшнего служения и нашей темы. Интересно, что текст Священного Писания, который записан, наше же жительство на небесах, более точный перевод, говорится, наше гражданство на небесах. Братья и сестры, вам знакомо слово гражданство? Всем нам пришлось приехать, я в эту страну, приехав много лет назад, пройти вот этот процесс получения земного гражданства в этой стране. Нам нужно было учить билеты, нам нужно знать немножко историю, нам нужно было пройти определенное собеседование с человеком, который обладал определенной властью, принять решение, дать нам гражданство или нет. И многие свидетельствуют, к сожалению, не всегда с первого раза это удавалось, не всегда получалось, приезжали домой, не сдали, и вновь нужно было учить, возвращаться, чтобы получить гражданство временное на этой земле. Братья и сестры, чтобы получить небесное гражданство, у каждого из нас тоже был определенный процесс. И я думаю, что не менее серьезный и более ответственный и важнее, чем получение земного гражданства. Нам нужно было пройти путь от понимания того, что мы грешники, пройти путь от понимания того, что мы нуждаемся в Боге живом, мы нуждаемся в спасении. И чтобы получить небесное гражданство, нам необходимо принять Божий дар спасения. Нам необходимо родиться свыше, чтобы здесь на земле, проходя этот земной путь, мы твердо были убеждены и уверены, что когда закончится этот земной путь, наше гражданство, наше жительство на небесах. И Священное Писание говорит нам о том, что мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе, мы принимаем эту истину верой, но несмотря на это, братья и сестры, мы прекрасно понимаем, что нам необходимо пройти определенный земной путь жизни. И говоря о земной жизни, нам, верующим, очень важно понимать ее истинное предназначение. Писание ясно представляет нашу жизнь на земле как прелюдию, как подготовкой к небесному переселению Господу. Бог никогда не рассматривал земную жизнь как окончательный наш путь. Братья и сестры, Господь никогда не рассматривал нашу земную жизнь только здесь, на земле. Когда Иисус Христос вышел на служение, то Его главной темой, Его проповеди, братья и сестры, обратите внимание, были слова «Покайтесь». Почему? Потому что приблизилось Царство Божие. Господь пригласил в небесное Царство через путь покаяния. И все служение Иисуса Христа было связано. Он вновь и вновь напоминал людям о законах этого небесного Царства в своей Нагорной проповеди. Он вновь и вновь напоминал о том, что наше жительство не здесь. Когда Он уже уходил из этой земли, то Он говорил такие слова, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 и 3 стих. Обратите внимание на эти слова. «В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Братья и сестры, правильное понимание этого факта должно радикально менять наши отношения к земной жизни. Вот к этому отрезку времени, который Господь дал нам с вами пройти, должно быть правильное отношение, Господи. Если наше жительство, наше гражданство связано с вечностью, с небом, с Тобою, то вот этот период, который ты даешь нам прожить, 70, 80 лет, а для кого-то совершенно маленький отрезок, нужно разумно, правильно использовать, чтобы это гражданство, это время перехода было для нас радостью и благословением. Нужно отметить, братья и сестры, что Иисус Христос, когда Он говорил о небесном, Он не так много уделял внимания деталям. Вы обратили внимание, Христос никогда не рассказывал, как будет там на небесах, как они устроены, что делают люди, спасенные сейчас на небесах, чем они занимаются в этот период времени, как вообще устроена вот эта небесная жизнь, как она будет проходить очень кратко. Знаете, подобно, как вот наша картина, которую мы сегодня видели, она высвечена на экране, обратите внимание, она с глубоким смыслом. Братья и сестры, что вы видите в основном? Мы видим в основном облака, правда? И вот только луч света, который пробивается сквозь эти облака, и когда-то апостол Павел говорит, мы смотрим сквозь тусклое стекло гадательно сейчас. И возникает вопрос, Господи, почему Ты нам не рассказал подробно? По одной простой причине. Мы настолько ограничены в теле находимся, и настолько ограничены наши возможности нашего разума и способности понять и воспринять небеса, что Христос решил оставить нам это на потом. Когда преобразится, когда восхитимся, когда будем там, увидим подобно, как есть Он. Мы видим свидетельство также и апостола Павла. Интересно, что апостолу Павлу, братья и сестры, было много открыто. Великие тайны, которые Господь доверил, открыл о устройстве церкви, о восхищении церкви, о будущем и о судьбе мертвых, которые умирают в Господе, тем не менее, апостол Павел был очень краток именно в деталях, а что же будет на небесах. Мы имеем свидетельство апостола Павла, и богословы говорят, это, скорее всего, был его личный опыт. И когда мы обращаемся ко второму посланию Коринфянам, 12 глава, 3-4 стих, чуть выше, он упоминает за одного человека, который был, помните, восхищен до третьего неба, помните, до третьего неба восхищен, а затем, обращаясь он к 3-4 стиху, снова говорит, и знаю такого человека, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен даже в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя передать. Слово неизреченное значит непередаваемые словами. Скорее всего, это был апостол Павел. Братья и сестры на вопрос, Павел, расскажи нам, что ты видел, твое ощущение. И он говорит, вы знаете, я не могу объяснить, у меня просто на земле нету слов, чтобы вам передать в раю. Поэтому, братья и сестры, когда мы слышим свидетельства, их очень много на ютубе, люди, которые побывали в раю, побывали на небесах, они целую экскурсию могут пройти, провести. Братья и сестры, не верьте. Нету в Священном Писании свидетельств. Свидетельство Иоанна Богослова, братья и сестры, мы имеем две замечательные главы. Последние две главы в Библии посвящены чему? Прекрасным Писанием новое небо, новую землю. Но, братья и сестры, даже из тех удивительных образов, которые представлены и город Иерусалим, и его размеры, согласитесь, наш человеческий интерес, наше любопытство, наша потребность узнать больше, они очень кратко и не дают нам полного, полной информации. То есть, мы делаем вывод, что Господь позаботился, дал нам самое необходимое. Очень кратко, вот в этих деталях настолько мы способны понять. Но, друзья мои, если Священное Писание, говоря о небе и его устройстве, не так много говорит, как бы нам хотелось, то обратите внимание на другое. Священное Писание очень много уделяет внимания тому, какими должно быть нам, людям, каким должны быть наши состояния, какое наше должно быть ожидание и готовность к тому, чтобы перейти в эти небесные обители. Это очень важно. И заявление апостола Павла о том, что наше жительство на небесах это тоже своего рода принятие вызова от людей, которые своей жизнью свидетельствовали совершенно обратно. 20 стих, братья и сестры, это противопоставление тем людям, которые в своей жизни поступали совершенно обратно. Если мы возьмем это заявление Павла в контексте 18 и 19 стихов, мы видим, что сердце апостола Павла, оно опечалено, и его радость, и ожидание Господа с небес, оно смешано со слезами. Давайте посмотрим очень кратко на эти два стиха, 18 и 19 стих. Посмотрим, что вызвало скорбь и слезы у Павла. 18 стих говорит так, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме, а мы, они мыслят о земном. Возникает вопрос, кто эти люди, о которых Павел очень часто говорил. Вот в его жизни, когда он встречался, беседовал, проповедовал, он говорил часто об этих людях. И когда он говорил об этих людях, он говорил даже со слезами, исследовая, братья и сестры, внимательно, вот в контексте не только это послание и другое, мы приходим к выводу, братья и сестры, что это были люди, Павел переживал, страдал и плакал не обо всем погибшем мире. Он переживал и плакал о людях, которые были в церкви, которые находились в церкви, называли себя христианами, но своей жизнью, своим мышлением, своими поступками, своим образом жизнью, своими внутренними потребностями, братья и сестры, они говорили совершенно об обратном. И об этом и Христос говорит, братья и сестры, Христос приводит пример и свидетельствует о плевелах и пшенице, которые будут расти вместе. Христос говорил о пяти мудрых и пяти неразумных, которые взяли светильники исповедания свои и вышли навстречу жениху. Но, казалось, для одних это была радость, от других это была страшная трагедия и вечная погибель. Иисус Христос в послании к Ефесской церкви в книге Откровения 2 глава 2 стих он говорит тоже о конкретных людях и говорит так, что есть те люди, которые называют себя апостолами, а они не таковы и нашел, что они лжецы. Эти люди претендовали на такое высокое положение и имя апостолы, но когда Христос своим божественным взором посмотрел и дал оценку, говорит, это не апостолы, это лжецы. Какое серьезное предупреждение за этими словами апостол Павел обращается к христианам, живущим в 21 веке в наше время. Если кратко посмотреть характеристики этих людей, она выглядит так. Первое, он говорит, они поступают как враги креста Христова. Они поступают, то есть поступки их, они были врагами. Мы не знаем, что это были за поступки, но это бесчестило имя и Павел с присущей ему властью апостольской. Говорит, вы враги Христова, ваши поступки. Он говорит, что их Бог, которому они поклоняются, является чрево или желудок, правильно. Я хочу обратить внимание, это намного глубже, чем просто удовлетворение в получении пищи. Речь идет намного глубже, что эти люди, их внутренняя потребность называют чрево, то есть внутрь, да, люди наслаждаются от пищи, но здесь намного глубже. Их внутренние запросы, то, чем они живут, питаются, кому они поклоняются, он сравнивает с этой пищей, с временной, проходящим, он говорит, что их слова, их слава в сраме, они гордятся тем, что составляет их позор и стыд, они мыслят о земном, обратите внимание, о чем должен мыслить человек, чье гражданство в небесах, помните, апостол Павел говорит, помыслите о горнем, дорогой верующий друг, дорогая церковь, братья и сестры, если наше гражданство уже на небесах сейчас, там записано наше имя, там находится наш Господь, там находятся наши родные, там Христос приготовил вечные обители, там находится город, как украшенный, братья и сестры, то, как часто мы думаем сегодня на земле об этом, наши мысли, если не о связанных с небесным, это свидетельство братья и сестры, что мы граждане, но если наши мысли о земном, какому гражданству мы принадлежим, они мыслят о земном, и как результат этого Павел подводит итог конец их погибель, братья и сестры, еще хочу обратить внимание, он плакал, и его слезы были, часто говорил о людях, которые окружали его, я убежден, что апостол Павел призывал, говорит, примените свой образ жизни, примите свои отношения, свои поступки, думайте о вечном, эти люди никогда не были возрождены, они никогда не были спасены, они никогда не познали благодать Божию, но по всей видимости находились среди верующих людей. Вы знаете, не так давно я читал одно свидетельство или интервью с одним очень известным человеком в Украине, он был мэром города, одного из больших городов в Украине, и когда корреспондент беседовал, задавал ему многие вопросы, он задал вопрос, следующий вопрос, что вы думаете о вечности, о загробной жизни и о смерти. Этот человек с насмешкой ответил, загромная жизнь и вечность это галлюцинации, это бред, это пустота. 23 декабря, несколько дней тому назад, состоялись похороны этого человека. Маленькая бактерия, коронавирус, поразил его легкие. Самая лучшая клиника в Германии за огромные деньги старались спасти жизнь этого человека. но не смогли. Похороны были очень торжественны. Весь город был в трауре, приспущены флаги, огромная толпа людей в течение всего дня, множество цветов, слова. И я смотрел и думал, бедные люди, бедный этот человек, вечность стала для него реальностью. И когда его душа, его дух покинуло это тело, он встретился с судьей, он встретился с приговором, он встретился с вечной погибелью, и он никогда, никогда больше не станет гражданином неба, потому что на этой земле он отверг Божьи предложения стать гражданином небесного царства. Но есть другая группа людей, когда мы рассматриваем эти тексты Писания, которых апостол Павел сегодня нас с вами приглашает и говорит, чтобы мы подражали им. Когда мы смотрим немножко чуть выше, апостол Павел в 17 стихе говорит так, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Это уже другая группа людей, апостол Павел даже берет дерзновение, говорит, подражайте, братья, берите пример, потому что они имеют образ определенный, они действительно являются гражданами небесного царства, их жизнь, они мыслят о небесном, о горнем, ихняя слава связана со Христом в будущем. И он говорит, подражайте, я хотел бы сегодня вас и себя пригласить к подражанию и обратить внимание, братья, сестры, на одну очень важную деталь. Состояние этих людей заключается, братья, сестры, не просто в праздном ожидании, когда закончится эта земная жизнь, а состояние людей заключается в следующем. они находятся в ожидании. Обратите внимание, 20 стих, апостол Павел говорит, наши жительства на небесах, откуда мы, что делаем, мы ожидаем. Мы, братья, сестры, не просто праздно проводим время, верующий человек, чья жизнь связана с небесами, он ожидает. Что это за состояние? Ожидание может быть разное. Ожидание может быть пассивное. Каждому из нас приходилось находиться, может быть, в аэропорту, когда мы ожидали поезда, самолета, либо еще что-то. Люди ожидают, могут просто сидеть, могут смотреть свой телефон, могут читать, могут задремать, и ожидание может быть, братья, сестры, опасным. Помните, когда мы читаем о притче о десяти их девах, помните, они тоже ожидали своего небесного жениха, и в ожидании небесного жениха они задремали и уснули все. Но вы знаете, ожидание, которое призывает нас Священное Писание в этот вечер, тех, кто имеет небесное гражданство уже сейчас, оно совершенно другое. Обратите внимание, книга притчи, 10 глава, 28 стих говорит нам так, ожидание праведников это радость. Правда, прекрасный стих. Ожидание праведников это радость. Наступает новый день, Господи, как прекрасно. Скоро ты придешь, скоро мы встретимся с тобою день за днем, месяц за месяцем, год за годом, но мы ожидаем и в этом радость. Это не просто пассивное такое, знаете, томление. Ожидание праведников радость. Обратите внимание, Иисус Христос, как говорит нам сегодня, ожидающим Господа, в каком состоянии мы должны быть. Евангелие от Луки, 12 глава, 35 стих, 36, 37, прежде всего Христос говорит, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Вот состояние ожидающего христианина. Светильники горящие и чресла припоясаны. И дальше Христос говорит, «И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, то час отворить ему. Блаженны рабы те, которые Господин приян найдет бодрствующими, истинно, говорю вам, он припояшется и посадит их и подходя станет служить им». Удивительное состояние ожидающими. Мы находим еще одно важное состояние и слово «бодрствующими». Люди бодрствуют, ожидая своего Господа. Апостол Петр также говорит о ожидающих людях, говорит в своем послании, говорит, что они не только ожидают, бодрствуют, но они желают пришествия своего Господа. Второе послание Петра, 3 глава, 12 стих, Петр говорит ожидающим и желающим пришествия дня Господня. Какое удивительное состояние, правда? Нету места сна, суете, заботе. Люди ожидают, люди бодрствуют, люди желают. Состояние ожидания есть свидетельство здравой христианской верой, потому что истинная вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимой. Прекрасный пример веры и ожидания оставил нам отец верующих, патриарх Авраам. Обратите внимание, как Писание говорит об этом человеке так, евреям, евреям 11 глава, 9-10 стих. Павел говорит, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Жил в шатрах с Исааком и Аковым, сонаследниками того же обетования. Какие обстоятельства и причины побудили человека веры, у которого было много золота, много серебра, были возможности для того, чтобы построить города и жить в них удобно. Ответ вот на этот вопрос дает нам следующий стих, это 10 стих, звучит так. Ибо он ожидал. Авраам, путешествия своими сыновями, как на земле чужой, обитая в шатрах, он ожидал. Что ожидал? Ожидал города, имеющего основание, которого художники строителя в Бог. Обратите внимание, дорогая церковь, дорогой слушатель Евангелия, за много веков до того, когда Иоанн Богослов увидел город, описание его, Авраам, веруя его, увидел, поверил и ожидал. Какое прекрасное свидетельство для нас сегодня вечером. Братья и сестры, еще один интересный, очень важный момент, до который обращает Павел, мы ожидаем. Ожидаем откуда? Он говорит, ожидаем с неба. Это очень важно, друзья мои. Момент возвращения Господа за Свою церковью очень важный. Наше ожидание связано исключительно с небом. Он не придет с пустыни, он не будет где-то в потаенных комнатах, он не придет еще откуда-то, братья и сестры, Христос придет только с неба. И дай Бог нам почаще поднимать наш взор к небесам. Помните, когда-то апостолы стояли и смотрели на небо, когда на их учитель был вознесен. И мы имеем свидетельство двух ангелов, которые являются им и задают вопрос. И сказали мужи галилейские, деяния апостолов, 1 глава, 11 стих, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Братья и сестры, Христос наш придет с неба, и мы ожидаем с неба. И мы имеем свидетельство самого Христа через апостола Павла, где он говорит в 1 послании Фессалоникийцам, 4 глава, 15, 16, 18 стих, «Ибо сие говорим вам словом Господним». Обратите внимание, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умершим. 16 стих, «Потому что сам Господь при возгущении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет откуда, дорогая церковь? С неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». И 18 стих прекрасный, «Утешайте друг друга этими словами». Братья и сестры, мы должны чаще ободрить друг друга этими словами, мы ожидаем Господа с неба. И еще один важный вопрос мы находим в этом 20 стихе, кого мы ожидаем. Мы уже прочитали, мы говорим безусловно о Господе, но хотел бы сегодня обратить особо внимание, что апостол Павел, говоря о том, что Христос, Христа мы ожидаем на Господе, он не просто сказал, мы ожидаем Иисуса с неба. Обратите внимание, в какой последовательности и в какой красоте имен апостол Павел представляет. Он мы прочитали, мы ожидаем Спасителя, мы ожидаем Господа, мы ожидаем нашего Иисуса Христа. Приход Иисуса Христа в этот мир был связан со спасением людей. Он назван Спасителем, помните, мы слышали на Рождество, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И Библия говорит, что на земле нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Спасение на земле совершается таким образом, что всякий спасенный человек, он соприкасается Спасителем лично. Христос не просто спасает, знаете, в целом, говорит, вы спасены. Никто не может прийти, к Иисусу Христу только лично. Всякая возрожденная душа, чье имя записывается в книге жизни, он соприкасается Спасителем на этой земле. Дорогие друзья, братья, сестры, можем себе представить, когда церковь будет восхищена, когда мертвые во Христе воскреснут, миллионы и миллиарды людей, прежде всего, они встретятся со своим Спасителем. И мы увидим, это наш Спаситель. Это очень важно. Мы ожидаем, апостол Павел говорит, только Спасителя, мы ожидаем Господа. В Библии 82 раза упоминается имя Иисуса Христа как Господь. И в греческом языке Господь означает Тот, кто стоит у власти, Тот, кому дана власть с неба за своей церковью будет возвращаться Тот, Который не только является Спасителем, но Тот, Который стал Господином и Которому, пред именем Которого преклонится всякое колено. И когда мы читаем послание филиппийцам, у кого есть в Библии 2 глава, обратите внимание, 9, 2 глава, 9, 11 стих, написано там, что так, посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Возвращается Господь. И когда в книге Откровения мы читаем эту прекрасную иллюстрацию, где описывает Господь Иисус Христос своим небесным воинством, который идет, чтобы сразиться с Антихристом, зверем, драконом этим, мы читаем такие слова на одежде, книга Откровения, 10 глава, 16 стих, на одежде Его и на бедре Его написано имя. Братья и сестры, помните, какое имя? Царь царей, Господь, господствующих Ему имя. Мы ожидаем, братья и сестры, не только Спасителя, не только Господа, апостол Павел подчеркивает, мы ожидаем нашего Иисуса Христа. Знаете, тут это слово «наш», наше дитя, наши родственники, наша семья, наша церковь, она как бы сближает, близко говорит о очень близких отношениях и об этом говорит нашего. Иисус – это Его земное имя, которое дал ангел. Христос – это Его титул, значит, помазанник, Мессия. Мы ожидаем нашего Иисуса Христа главу церкви. Мы ожидаем Иисуса Христа единственного путь, который является к Богу. Мы ожидаем Иисуса Христа единственного посредника между Богом и человеком. Мы ожидаем нашего Иисуса Христа, который является хлебом жизни, который является светом жизни. Мы ожидаем как доброго пастыря, как дверь овцам, как сына человеческого. Дорогой друг, дорогой слушатель, дорогой брат и сестра, в этот вечер, когда мы собрались в церковь, чтобы поблагодарить Господа за прошедший год, когда мы рассуждаем о нашем жительстве, который на небесах, кто для нас Иисус Христос сегодня? Является ли Он нашим личным спасителем, нашим Господом и нашим добрым пастрем? И когда мы встретимся с Ним, сможем ли мы сказать, вот Бог, на Которого я уповаю? Да поможет нам Господь и в наших молитвах поблагодарить Его за небеса, которые Он приготовил для каждого из нас. Аминь. Давайте поможем. Субтитры создавал DimaTorzok